Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю итоги года 2019-го, и я очень волнуюсь, потому что это видео я хотела давно снять и рассказать свою такую историю, и я знала, что, наверное, это видео будет подходящим для того, чтобы поговорить об этом, рассказать сложный момент моей жизни в этом году, и как я из него выбралась, и сам факт того, что я из него выбралась... Ну и, конечно же, я хочу поделиться с вами своими целями на 2020 год, раскрыть вам пару секретов, сказать вам, что от меня можно ждать, а чего точно нет смысла от меня ждать. Хочу я, конечно, начать с того, что 2019 год для меня был безумно сложным. В первый раз в моей жизни я испытала на себе такое понятие, как потерять то, что ты не ценил. Я думаю, что многие из вас наблюдали за моментом моего падения. Попкорна не хватает! Я не знаю, когда именно это произошло, но я просто перестала стараться. Я всегда знала, что самое страшное — это не упасть, а самое страшное — это когда ты не можешь подняться. Это хуже всего, потому что если ты упал, то возьми себя в руки, поднимись, иди дальше. И я очень счастлива, что я проявила себя в этом, и я горжусь собой. Я поняла, что я должна вложить все свои силы в свой канал на YouTube. Я смогла вернуть лояльность людей ко мне. Начали писать хорошие комментарии. И я действительно сняла много прикольных видосов. Я не хочу сказать, что они самые топовые, самые лучшие среди всех блогеров или всего контента, который может быть на YouTube, но это действительно было уже что-то более душевное, что-то более искреннее. Я очень много начала снимать видосов. У меня начались просто абсолютно куча разных влогов. Недели влогов, такое видео, сякое видео, поездка на дачу, смотрим старые видео. И всё в этом духе. Я начала очень много снимать видосов. Реально, я понимаю, что... Ой, последние полгода я действительно... Я понимаю, что я столько работала. Я рада, что я смогла заслужить и вернуть доверие и расположение людей ко мне, потому что это очень важный момент, и я это понимаю. В общем, самое главное, что я смогла взять себя в руки, и самое главное то, что я не собираюсь останавливаться на достигнутом, и я хочу добиться большего, чем то, чего я добилась до своего падения, скажем так. Конечно, никогда нет смысла останавливаться, нет предела. Каким-то мечтам всегда нужно стремиться к большему. Но сейчас я понимаю, что всё настолько в моих руках, и я чувствую такую силу, что если я захочу реально, я смогу. Самое время продолжить и перейти к другим моим итогам, потому что это был больше не итог, а какой-то сложный момент этого года, но сейчас будем подводить итоги. Мне стало интересно, сколько видосов я сняла за этот год, потому что такую аналитику, такую статистику я никогда не делала в прошлых видосах, которые снимала про итоги года и цели, поэтому надо взять в привычку каждый год подводить такие итоги. Это очень интересно потом будет сравнить. Я насчитала 86 видосов, но поскольку год ещё не заканчивается, я думаю, что будет 90 точно, возможно, даже больше. После завтра я улетаю в Дубай, оттуда я планирую точно сделать два видео, возможно, три получится, я не знаю, пока не решила, как буду снимать, но одно знаю точно, что вот это видео, это 87-е видео на моём канале. Некоторые видео на моём канале скрыты, поэтому вы их не видите, но я их тоже посчитала, поскольку это те видосы, которые я тоже сняла. Скрыла я их по причине того, что была очень ими недовольна, это, наверное, было начало года, типа 20 вещей, которые я поняла за 20 лет. Также я решила посчитать, сколько путешествий у меня было в этом году, я взяла эту идею у Карины, она снимала тоже такое видео, мне кажется, это тоже классная такая аналитика, посчитать, сколько было путешествий, потому что я обычно никогда не считаю, и, опять же-таки, будет интересно это сравнить. Также вы будете видеть какую-то нарезку видосов с этих путешествий. Первое путешествие в этом году было рабочим, это поездка в Париж вместе с Живанши, у меня оттуда вышло два видео, и, в принципе, они классные, они мне нравятся, но всё равно это был ещё не тот момент, когда я начала усердно стараться, но в любом случае видосики неплохие. Следующая поездка была также в Париж, но это была поездка вместе с Inflow, с которыми я в конце года, можно сказать, в октябре ездила в Стамбул, в Турцию, поэтому вторая поездка тоже была рабочая. И, кстати, всегда, очень часто поездки с разными брендами, компаниями отличаются друг от друга, несмотря на то, что я могу ездить в одно и то же место, в один и тот же город. Сложно сказать из этих двух поездок в Париж, какая мне понравилась больше, наверное, мне всегда нравится ездить в Париж, и я счастлива, что за этот год я дважды побывала в Париже, потому что, ну, я очень люблю Париж. Жаль, что я не была в Лондоне в этом году, но я думаю, что всё ещё впереди. Третья моя поездка была в Грузию, это была не рабочая поездка, просто мы со Славой поехали в Грузию к моему дедушке, поскольку он сейчас живёт там, но летом он старается приезжать в Москву, потому что там ему очень жарко, ну, я, по-моему, уже много рассказывала где, что там дышать нечем летом, поэтому он прилетает в Москву, но в любом случае большую часть времени он проводит в Грузии, но это не мешает нам общаться, созваниваться по видеосвязи, мы общаемся каждый день, через день, редко такое бывает, что мы два или три дня не пообщались, то есть обязательно созваниваемся. Такое бывает, знаете, когда, если я в какой-то поездке рабочей, и то я перед поездкой до отлёта звоню, когда прилетаю, стараюсь тоже позвонить, написать, ну, в общем, всё равно часто общаемся, и я бы хотела ещё больше общаться. Следующая поездка, четвёртая, была в Испанию вместе с Тест-тур, и я могу сказать, наверное, точно я так скажу, что это была лучшая поездка за этот год. Во-первых, потому что мы поехали вместе с Кариной, это была наша такая первая классная, насыщенная поездка за долгое время, то есть в Париже мы так не проводим время никогда. Париж — это, ну, не знаю, погулять, подумать, посмотреть на прекрасное. Но вот эта поездка в Испанию вместе с Тест-тур — это один из тех видов отдыха, который мне очень нравится, когда мы ездим на разные классные экскурсии. Пускай мы и встаём в 6-7 утра, иногда даже в 5, но это настолько насыщенно, и, знаете, усталость такая приятная. Когда ты приезжаешь обратно там в отель, ты понимаешь, что у тебя ноги так гудят, так болят, но ты лежишь в кровати, смотришь классные фотки, которые вы наделали, вспоминаешь, видео смотришь. Это просто, это класс. Я очень люблю такие поездки, и я бы очень хотела, чтобы у меня было больше таких именно туристических поездок, потому что просто приезжать в город, в другую страну, где я ещё не была, конечно, это прикольно, но я всё равно не смогу увидеть столько, сколько я смогу увидеть в какой-то туристической поездке с классными экскурсиями. И вот поездка в Испанию, это просто, ну, у меня реально нет слов. Мы там были в таких классных местах, в которых я даже не мечтала оказаться, и я могу так сказать, что в этой поездке исполнилось несколько моих заветных желаний, мечт, о которых я даже не подозревала, что я так сильно об этом мечтаю, но когда это произошло, я поняла, что, господи, я об этом мечтала, ну, то есть, не знаю, это было очень круто. Следующая поездка, кстати, тоже была вместе с Тест-тур, эта поездка была в Грецию, и мне тоже она безумно понравилась, очень мне понравилась эта поездка, поскольку тут мы как раз-таки поехали на море. Всё-таки в Испании мы не купались, мы больше гуляли, ходили в какие-то места интересные, но конкретно в Греции у нас были прикольные экскурсии на воде, в горах. Мы купались, отдыхали, у меня все видео есть, всё это сохранилось, поэтому тоже можете посмотреть. Ну и, конечно, эта поездка мне понравилась ещё, потому что мы были вместе со Славой, просто классно проводили время и жили в очень крутом отеле. Я, наверное, в таком отеле именно на отдыхе на море никогда не жила, потому что у нас был личный бассейн, и, конечно, когда ты попадаешь в такие места, ты думаешь, так, я хочу так всегда жить, я хочу, чтобы у меня всегда были номера в отеле с личным бассейном. Я думаю, что это классно, когда есть такая возможность побывать в таком месте, зарядиться силой, знаете, энергией для того, чтобы идти к каким-то классным вещам, целям. Следующая поездка была в Болгарию вместе с Кариной, конечно, это тоже была нерабочая поездка. Я очень рада, очень рада, что Карина и её семья позвали меня в Болгарию, потому что мы офигенно провели время, и даже, ну, конечно, были такие дни, когда мы просто лежали на балконе, смотрели сериал, но это было прекрасно, потому что мы были с Кариной, мы каждый день что-то классное кушали, пили вино по вечерам, я не знаю, проводили постоянные трансляции, я сняла оттуда неделю влогов, которые тоже есть на моём канале, это была первая, кстати, неделя влогов, которую я сняла за этот год, и вообще после этой недели влогов я начала много снимать недель влогов, я прям зарядилась тем, что это так круто, каждый день, типа выставлять видео, следить за комментариями, люди тебе что-то пишут, ты в следующем влоге читаешь их комментарии, с ними общаешься, и вот с этого момента, наверное, у меня началось прям очень близкое общение с подписчиками, и я очень рада. Следующая поездка была в Стамбул, в Турцию, это, наверное, была самая сложная, самая тяжёлая поездка за этот год, она была рабочая, и я могу сказать так, что так сильно, как я уставала в этой поездке, ни в какой другой рабочей поездке я никогда так не уставала. Мы с Кариной вместе ездили в эту поездку, я не знаю, уставала Карина, нравилась ей эта поездка или нет, но для меня она была очень сложной, я бы не сказала, что сильно позитивной, наверное, больше она была для меня нервной, а в конце поездки я вообще заболела, и у меня был ужасно тяжёлый перелёт из-за того, что я заболела, у меня ужасно сильно заложило уши, начало стрелять в ушах, особенно при посадке в Москву, когда уже летели. В общем, про эту поездку сильно много говорить не буду, потому что она была для меня, опять же-таки, очень тяжёлой, и несмотря на то, что мы в этой поездке тоже были с Кариной, в принципе, классно проводили время, болтали, ну, классно проводили время в том плане, что мы просто находились вместе 24 на 7, и для меня это уже классно, потому что мы с Кариной офигенно всегда проводим время вместе, даже если мы просто молча сидим рядом друг с другом и смотрим какое-то шоу на Ютубе, нам всё равно классно. Конечно, я понимаю, что рабочая поездка, она не должна быть каким-то расслабоном и кайфом, но вы тоже поймите, что рабочие поездки бывают разные, и много разных факторов влияет на то, как пройдёт эта поездка, насколько продуктивным ты будешь, и я точно могу сказать, что все поездки, которые у меня были с Тест-тур, например, они все были восхитительны, и вот сейчас такой заключительной поездкой в этом году будет поездка в Дубай как раз послезавтра тоже с Тест-тур, и я не сомневаюсь, что это будет одна из самых классных поездок в моей жизни. Следующая поездка у меня была тоже в Стамбул, в Турцию, но только вместе с Inflow, с которыми в начале года мы ездили в Париж. Вторая поездка в Стамбул вместе с Inflow Summit была намного для меня приятней, назовём это так, чем первая поездка в Стамбул, и несмотря на то, что я туда поехала на меньше дней, мы туда поехали со Славой, кстати, там я начала общаться с блогерами, которых тоже позвали. Я не могу сказать, что я сделала там много классных фоток, я даже не сняла оттуда влог, но это была прикольная поездка, такая, знаете, можно назвать её деловой, а также совсем забыла, что в этом году мы ездили вместе с мамой в Сочи, просто вместе поехали в Сочи, в горки-город, отдохнуть, погулять, походить по ресторанам, показать маме, потому что она там ни разу не была, конкретно вот в горки-город. Поездка с мамой в Сочи мне понравилась, потому что я всегда думаю о том, что мне нужно больше времени проводить с мамой. Я очень рада, что мы с мамой съездили в Сочи, и я очень хочу, чтобы в новом году у нас не тоже было хотя бы две или три классные совместные поездки, хотя бы две. Поездка в Дубай будет десятой за этот год, у меня действительно в этом году было немного поездок. Если, например, сравнивать число поездок Карины и мои, у меня действительно было мало поездок за этот год, но могу так сказать, что мне было комфортно, у меня не было такого, что мне не хватает какой-то поездки. Я знаю, что дальше будет больше, круче, лучше, и я не переживаю, я знаю, что всё у меня впереди, я не думаю о том, что, господи, сколько поездок, интересно, я упустила. У меня нет таких мыслей, я думаю о том, сколько поездок у меня было, классных, и сколько ещё впереди. Давайте подведём итог. Десять поездок, и только три поездки у меня были нерабочие. То есть, вы понимаете, да, что если бы нерабочие поездки, я всего лишь три раза куда-то выехала бы за год. И на самом деле, я понимаю, что для многих людей один раз куда-то за год выехать, это уже кайф, летом поехать на море, и у меня так тоже было всю жизнь. Ну, то есть, ну ладно, не всю жизнь, я могла там два-три раза за год там поехать куда-то летом, например. Обязательно в Грузию всегда ездила, может, там в Турцию с родителями, и, например, я не знаю, куда, в Лондон, там поехать учиться. Ну, то есть, примерно одна, две, три поездки в год у меня было, там, в моём подростковом возрасте. И только тогда, когда я начала уже прям работать, и начались всякие туры, блогерские туры, пресс-туры, вот это вот всё, тогда, конечно, поездок стало очень много, и я счастлива, и я благодарна вам за то, что у меня есть такая возможность путешествовать, работать и просто жить так, как я живу. Поэтому хочу сказать большое вам спасибо за все рабочие поездки, которые у меня были в этом году, потому что, если бы не вы, если бы вы не были подписаны на меня, на мой канал, если бы вы не оставляли мне комментарии, не ставили бы лайки, меня бы просто не звали в эти поездки, потому что блогер — это не просто какой-то классный человек, это человек, у которого есть классные люди, которые его ценят, любят и поддерживают. И я это осознаю, и я очень счастлива, что я это осознаю, и могу сказать вам, что я вас очень люблю, и благодарна вам за всё то, что есть у меня, за те возможности, которые у меня есть. И я просто очень надеюсь, что у каждого моего подписчика, у каждого моего зрителя будет в жизни всё то, о чём он мечтает, и каждый из вас обязательно добьётся своих целей, своих мечт, и чтобы всё у вас было классно. Следующее, о чём я хочу с вами поговорить, что вас, наверное, уже немножко замучило за последние, сколько я не знаю, месяца, полтора, месяц, два, не знаю, — это мои виниры. Почему я так много внимания этому уделяю? Наверное, потому что я об этом очень долго мечтала, и я уже привыкла. Я смотрю на себя в зеркало, у меня уже нету мысли, типа, ой, хотя до сих пор многие обращают внимание, мне очень часто говорят, и я знаю вот это чувство, когда смотрят не на тебя, а тебе в рот. Мне правда хотелось это испытать хоть раз в жизни, в хорошем ключе, потому что, мне кажется, всегда ко мне в рот, когда смотрели, хотели посмотреть, насколько кривые у меня зубы, или какие у меня брекеты, знаете. Я не говорю так за всех, да, что все только так и делают, смотрят вам в рот, чтобы увидеть какие-то там изъяны, или типа того, я уверена, что многие даже не смотрят особо на рот, но сейчас я понимаю, что когда люди смотрят на меня, они смотрят мне в рот, и меня это не обижает, потому что я, наоборот, с гордостью думаю, да, смотрите, мне в рот, как бы это странно ни звучало, но я просто безумно счастлива, что в этом году, несмотря на какие-то сложности, тяжелые моменты, моя мечта, реально мечта, да, в ней, то есть это не просто, ой, я хотела виниры всегда, я об этом мечтала, потому что я знала, что только виниры смогут изменить то, что я пытаюсь изменить много лет, и когда это произошло, ну, я стала счастливее намного, я получаю такой кайф от того, что я не переживаю за своих зубов, что они у меня такие красивые, ровные, белые, я понимаю, что всех достала эта тема, но и вы меня поймите, что это реально моя давняя мечта, и, возможно, кто-то не видел мое видео про виниры, кому вдруг это реально интересно, потому что почему я сняла целое длинное отдельное видео про виниры, потому что когда я хотела поставить виниры, я не нашла ни одного нормального видео в интернете о том, где человек просто сидит и рассказывает все этапы, все моменты, сколько ему пришлось пройти, что было, что делали до, после, никто, твою мать, нормально не рассказал про виниры, про установку, как что стачивают, не стачивают, и мне кажется, один единственный человек, это я, ну, по крайней мере, я постаралась сделать это видео действительно интересным и разложила все по полочкам, как кажется мне, и, в общем, кто мечтает о винирах, кто хочет их поставить, ну, например, боится, потому что я очень переживала, но очень хотела, посмотрите мое видео, и, может быть, я ответила там на многие волнующие вас вопросы. Также в этом году я записала новую песню, об этом я тоже рассказывала в своих видосах, и я знаю, что вы на меня злитесь, скорее всего, за то, что я ее до сих пор не выставила, в общем, я решила, что обязательно в новом году в самых первых возможных числах я это сделаю, и, возможно, даже без клипа, без сопровождения видео, все такое, я просто устала тянуть эту резину, и я думаю, что все-таки я сделаю это в новом году. Я думала выставить песню на свой день рождения, но потом подумала, что это будет так нелогично выставлять песню в конце года, ведь через неделю она будет считаться прошлогодней, ну, реально нелогично. Я думаю, что все-таки я выпущу песню в новом году, и я думаю, что это будет в январе, либо, если даже появится возможность снять классный клип, это будет в феврале, поэтому это будет 100%. Либо она выходит сразу же без клипа, либо, если я понимаю, что у меня есть возможность, я сразу договариваюсь о съемках, снимаю клип, и она тоже выходит в самое ближайшее время. Также в этом году я вернулась к своему цвету волос. Сейчас, наверное, на протяжении года, или я не знаю, сколько по времени я ходила со светлыми волосами, но я поняла, что уже все, хватит, я уже устала, и каждый раз возвращаться к тому, что я понимаю, что с моим цветом мне намного лучше. И сейчас, когда я смотрю на свои видео, где я прям такая светленькая, знаете, мне почему-то не нравится. Хотя мне казалось, что я такая свежая, такая прям со светлыми волосами, ну, а сейчас я смотрю, и мне не нравится, я понимаю, что сейчас я выгляжу намного лучше, намного натуральней, я не знаю, и я так устала от этих желтых волос, от этой рыжей фигни, от этих разноцветных оттенков на моей башке, где-то 8 или 9 оттенков у меня на голове было, и это меня так достало. Я так устала от этой грязи, что вот проще вот так вот, и так даже выглядит, знаете, ухоженней. Я стала очень много общаться с Кариной, она, кстати, в своих итогах тоже об этом говорила. Я очень рада, что это так, потому что, ну, нам действительно хорошо вместе. Мы заряжаемся друг другом и вдохновляемся, и мне кажется, что, когда мы вдвоём, мы можем сделать что-то даже круче, чем когда мы по отдельности. И очень часто, мне кажется, что и она, и я думаем о том, чтобы побольше делать каких-то классных совместных работ, скажем так. Также итоги этого года, конкретно моей семьи, мы построили баню. Я очень рада, потому что там остались настолько мелкие детали, что я знаю, что в 2020 году мы уже сможем попариться в своей бане. Это будет первая баня в нашей жизни, в жизни моей семьи, действительно. И я очень счастлива, что сбудется и мечта моих родителей, потому что моя мама очень давно мечтает о том, чтобы у нас была баня. Я пока не сильно такой прям фанат бань, потому что в силу возраста, наверное. Ну и просто как-то банька — это прикольно. Я, конечно, ходила в бане и всё такое, но мне кажется, это прикольно, когда это какой-нибудь Новый год, ты паришься в баньке, потом выбегаешь в снег. Но у меня баня ассоциируется с чем-то безбашенным. После того, как посидел в парилке, куда-то нырнуть обязательно хочется. Но в любом случае я очень счастлива, что мы приблизились к мечте, общей мечте нашей семьи. Потому что мечта моей мамы — это париться в баньке, иметь свою баньку, а моя мечта — это чтобы моя мама была счастлива. То, что связано с Инстаграм, у меня вышло две маски. Одна маска, первая маска, которую я выпустила, конечно, не я сама её создавала, она действительно пользуется популярностью. Я её просто обожаю. И вот вторая маска, которую мы делали, она тоже прикольная. И также выпустила игру, и у меня была идея... Я видела у Лены Темниковой, ещё у кого-то там игры, где бежит какой-то персонаж, человечек. А мне хотелось, чтобы именно моя собака была этим персонажем в игре, и чтобы как бы Вивочка бежала и что-то там прыгала, перепрыгивала. И, конечно, игра такая примитивная, но мне кажется, это прикольно. Ну и почему бы и нет, если кому-то это нравится, это классно. Я честно вам скажу, у меня не хватает нервной системы для того, чтобы играть в эту игру. Ну и, наверное, последнее, что я хотела бы как-то выделить, так это то, что я действительно стала более уверенной в себе, более жизнерадостной, более как будто бы свободной, я не знаю даже от чего, но... Я не знаю, как это назвать. Что-то в голове, знаете, выбросила какой-то мусор из своей головы, и мне стало легче. Но самое главное, что я верю в себя, в свои силы, и действительно чувствую, что я многое могу. Поэтому вот такие итоги 2019 года. Насыщенный год, сложный, много нервов я потратила в этом году, и чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что мне нужно следить за своей нервной системой. Так, ну что ж, теперь я бы хотела поделиться с вами целями на 2020 год. Я знаю, что он будет очень сложный для меня. Не спрашивайте, откуда я знаю. Я думаю, что я буду очень много работать. Первая цель такая, которую я себе поставила еще в этом году, на будущий год, это сделать какой-то ремонт в квартире, поменять обстановку в доме, потому что, как я уже говорила в своих некоторых видосах, влогах, что меня очень сильно раздражает атмосфера дома, потому что я здесь живу уже почти пять лет, может быть, даже прям пять, не знаю, надо считать, но, короче, около пяти лет я здесь уже живу, и для блогера очень сложно, когда не меняется атмосфера, когда не меняется там что-то в доме. Многие блогеры с кайфом живут, снимают квартиры, там каждые несколько месяцев меняют квартиры, для того, чтобы были новые фоны, новые там виды, да, на видосах. Но у меня нет такой возможности и нет желания снимать квартиру, потому что у меня есть своя квартира, зачем мне снимать другую квартиру, например, сдавать свою? Я не хочу так делать, мне не хочется, чтобы кто-то жил в моем доме вместо меня, мне хочется просто сделать здесь какой-то, скажем так, минимальный ремонт, поменять обои, поменять некоторую мебель, поменять какие-то моменты интерьера, там шторы где-то поменять, что-то на стенку повесить. Что еще я хочу? Ну, в общем, есть, есть это в планах, и я к этому обязательно приду. Не знаю, насколько это будет скоро, но обои менять точно мы будем сразу после Нового года, в ближайшем будущем. Также в 2020 году я хочу пройти полное обследование своего здоровья, проверить максимально все, хочу вылечить свою кожу, это цель номер один. Сейчас вот следующий этап мой, это проверить желудок, потому что мне многие говорят, что как раз-таки, скорее всего, проблема в этом, из-за печени, там, желудка, я не знаю, в общем, нужно проверять, и это будет первое мое посещение врача в новом году. Я пойду именно по этим вопросам проверять свое здоровье, и хочется, конечно, мне избавиться от этих моих болячек, поэтому это одна из самых важных целей на 2020 год, потому что я так больше жить не могу. Я устала, я такая классная, мне так сейчас все в себе нравится, зубы сделала, все просто офигенно, и только кожа моя не дает мне полностью сбросить с себя вот этот вот груз неуверенности в себе. Лучше поговорим с вами об этом, когда я вылечу свою кожу, а сейчас просто знайте, что это очень важная цель для меня. Также у меня есть такая цель, чаще ездить на дачу, потому что в этом году на даче я была совсем мало, и я хочу как можно больше времени проводить за городом, дышать свежим воздухом, проводить время с семьей. Также я хочу больше путешествовать, несмотря на то, что те поездки, которые со мной были в этом году, меня вполне устраивают, и я даже не знаю, типа хотела бы я еще больше путешествовать, потому что я и так очень часто была занята, и каждая поездка, она меня немножко нервирует, в том плане, что ой, надо собираться, ой, я ничего не успеваю, поэтому я думала, сегодня я буду снимать два видео, буду ночью монтировать, завтра соберу чемодан, но потом в какой-то момент я поняла, что я не хочу так делать, я сниму одно классное видео, потрачу на него много времени, смонтирую, и со спокойной душой полечу в Дубай. И я планирую там тоже снимать видео, возьму с собой, скорее всего, ноутбук, буду их там монтировать, пока не знаю, получится ли у меня это или нет, сразу их там выставлять, но хочется, просто хочется выпустить много классных видосов в декабре в этом году, чтобы с таким же настроем войти в Новый год. Также у нас со Славой это относится к итогам. В этом году, в девятнадцатом, было три года, как мы вместе, и, конечно, из этого итога вопрос, типа, когда-то мы поженим, всё такое, планируем, не планируем, я вам могу точно сказать, что в этом, в 2020 году я этого не планирую, то есть у меня нету в планах выйти в этом году замуж, родить ребёнка, забеременеть, это стопроцентная информация, потому что весь этот год я буду очень много работать, и эту цель я себе ставлю, я понимаю, что я должна именно весь этот год просто-просто пахать, изменить свою жизнь настолько, чтобы родить ребёнка. Я не могу пока сказать, что я готова, не потому что я там не чувствую каких-то инстинктов, типа, я думаю, что если бы сейчас там у меня был ребёнок, я была бы замечательной мамой, и все бы инстинкты материнские у меня были, но я понимаю, что я хочу как можно больше дать своим детям, и именно поэтому я хочу как можно больше работать, чтобы потом как можно больше я смогла дать своим детям. Так что можете не беспокоиться за этот вопрос, я не планирую этого в этом году новом. Также я хочу поставить себе цель, я думаю, что у меня вариантов просто особо много не будет, но я бы хотела вставать не позже 11 дня. Я понимаю, что многие встают в 7, в 6, в 5 утра, ну, и я всё понимаю, но вы тоже понимаете, что у всех разный режим жизни, и когда вы встаёте в 7, в 6 утра, вы ложитесь, блин, часов в 9, в 10, а то и раньше. А я ложусь спать очень поздно, и, соответственно, мне нужно хотя бы 7-8 часов, там, ну, по факту для взрослого человека нужно 8 часов, чтобы его организм полностью отдохнул. Поэтому я должна научиться ложиться спать до 12. Для меня это очень сложно, но я понимаю, что это очень важно. Также я бы хотела чаще ходить на мероприятия разные, потому что меня очень часто везде зовут, но я нахожу какие-то дела поважнее, чем пойти на мероприятия, и это звучит только как вот мероприятие, какое-то веселье. На самом деле это часть моей работы, я думаю, что вы понимаете. Приходить, там, светить своим лицом, общаться с людьми. И, кстати, вот в этом году я очень много общалась с новыми людьми. У меня были новые знакомства, и с блогеров тоже много с кем я начала общаться, на многих подписалась. Я вообще обычно такая, так, я только вот с теми, с кем лет 100 знакома, дружу, все остальные. Но в этом году я действительно начала больше с кем общаться, и это классно. Ну и последнее, очень важная цель для меня тоже в этом году, помимо того, чтобы много работать, это чаще проводить время с семьей. Очень, правда, этого хочу. Фух, мне кажется, что на этом все. Цели там похудеть как-то, и что-то такое у меня нет. Раньше у меня были такие цели, похудеть, сделать стрижку, нарастить ресницы. Сейчас у меня другие цели, и я понимаю, что, ну, прикольно, потому что те цели, которые были у меня раньше, они произошли, мне уже не нужно думать о них в новом году, стремиться к ним в новом году. У меня появляются другие цели, и это классно, что не стою на месте, и что-то меняется в моей жизни. Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было вам интересным. Пишите в комментарии, какие цели вы ставите себе на Новый год, подведите какие-то свои итоги, что классного произошло у вас в этом году, был ли у вас какой-то сложный период в девятнадцатом году. Я обязательно буду всё читать, всё лайкать, на что-то отвечать, и мне будет, правда, действительно интересно посмотреть, какие цели вы ставите себе на двадцатый год. Ну и просто большое вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что реально оно получилось прикольным, возможно, кого-то даже вдохновило, смотивировало. Надеюсь, что так. Всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока!